Осенью прошлого года в Йемене была захвачена в Пренгулрухсор Рафиева, 37-летняя медсестра из Таджикистана. За день до возвращения домой женщину похитили боевики Аль-Каиды. Они объявили, что отпустят медсестру в обмен на освобождение из тюрьмы своих родственников. Больше трех месяцев она находилась в ужасающих условиях в плену. И только после переговоров с участием правительства Таджикистана и Йемена ее отпустили. Но сейчас женщина вновь готова вернуться в объятый гражданской войной Йемен, чтобы, по ее словам, не умереть с голода на родине. Интервью Гулрухсора Рафиевой записано BBC. В нем женщина рассказывает, что отработала в Йемене почти 6 лет. В исламской стране нет докторов женщин, поэтому женские врачи все приглашенные специалисты. Ее настолько хорошо знали в городе, где она работала, что после того, как медсестру пленили, местные жители вышли на митинги с требованием ее освобождения. Я не знаю моих похитителей. Я возвращалась с работы, подъехала машина, и люди в масках меня схватили, посадили в машину и увезли. Я узнала от похитителей, что эти люди договорились, что захватят целый автобус с руслями, а потом будут требовать денег и освобождение своих родных из тюрем. Но с руслями в тот день не вышло, а на дороге появилась я. Они не планировали меня захватывать, но никого другого в тот день не было. Несколько раз меня сильно избили. Это происходило в те моменты, когда я требовала меня освободить. Ругалась с ними, спорила, избивались сильно, не жалея, шлангом, руками, ногами. На вопрос журналиста, готова ли она вернуться в Йемен, пережившая плен медсестра честно ответила «да». У меня нет выбора, умереть от голода на родине или там от войны или от рук террористов. Я хочу поехать, потому что там есть работа, заработок тысячи долларов. А здесь я опытный медицинский сотрудник, всего лишь статист с зарплатой в 30 долларов. Там в Йемене много женщин и мужчин из стран бывшего СССР. Если бы я зарабатывала на родине хотя бы 100 долларов, я бы никуда не уехала бы.